Ну начнём. Какие есть мысли и доказательства по поводу имён Олега и Ольги? Традиционно сейчас во всех справочниках, как чуть ли не единственное научное, выведено происхождение этих имён от скандинавского имени Хельги Святой. Противники норманизма выдвигают другие версии, как Кастамаров, который говорил об литовском возможном происхождении, имя Ольгер, например, известный литовский князь, Галкина и Кузьмин говорили об иранском имени Халяк, но на самом деле, лично мне кажется, наиболее убедительная версия выдвинутая в отношении Ольги Ещё Ломоносовым, а в отношении Олега Ещё, подхваченная никем иным, как Иваном Егоровичем Забилиным. Автором вот этой замечательной книги «История России из древнейших времён», «Русской жизни из древнейших времён», и впоследствии к мнению Забилина присоединился и Кастамаров, отказавшись от литовской версии. Версия на самом деле простая. Имя это чисто славянского русского происхождения. Оно состоит из обычной русской приставки «О», «Освободитель», «Охранитель» и так далее. И корень «лег» или «льга» в женском случае. Это тоже самый корень, что в слове «легкий», «льгота», «вольготный». В несколько изменённом виде этот корень содержится в словах «польза» и «нельзя». То есть «Олег» – это тот, кто облегчил, освободил, приносящий облегчение, освобождение. «Олькчити» был такой глагол в древнерусском языке, как раз в значениях «облегчить», «освободить», «снять тяжёлые повинности». Летопись как раз подчёркивает, что взамен тяжкой хазарской дани на славянские княжества, при Днепровье и приочие Олег налагал лёгкую дань и освобождал их от хазарской власти. Таким образом, имя князя вступает как бы в перекличку с его деятельностью по летописным преданиям. Летописи писались христианскими монахами. Много искажений, неувязок, много поздних редакций. Авторами были новгородцы, киевляне, позже московские. Каждый перетягивал историю на себя. Что вы можете сказать? Действительно, летописные предания об Олеге Вещем записывались в любом случае, много позже его жизни. Записывались уже в совершенно иные исторические эпохи. Поэтому многие исследователи доходят вплоть до сомнений вообще в существовании такой личности. Я считаю это все-таки чрезмерным скепсисом. Тем более, что Олега так или иначе упоминает не только наша летописная традиция. Есть маравские легенды об Олеге. Есть арабские. Авторы того же самого времени, Масуди, арабский путешественник и писатель, упоминают славянского князя Ольванга. Аль-Альванг, как он на свой лад переделал звучание имени Олег. Что это именно Олег говорит о том, что упоминается у того же Масуди, что Аль-Ольванг состоит во вражде с другим могучным царем славян от Диром. То есть знакомым нам по летописям Диром, киевским князем. Есть еще один источник, возможно, содержащий упоминания об Олеге Вещем, нашем князе. Русский ученый-византист XIX века, Успенский, специалист по Византии и греческим средневековым рукописям, в Болгарии нашел и описал и обнародовал надпись, датированную началом X века на колонне, долженствующую обозначать границу между болгарским и византийским государствами. Съезды между установкой этой колонны по надписи были Симеон, царь Болгар, и некий, при неком Феодоре, Олге, Таркане, как это было там написано. Но надпись-то сама на греческом языке сделана, и возможно, что Феодор это не имя, как предположил сам Успенский. Он думал, что это болгарский вельможа с двумя именами, славянским Олег и крещеным Феодор. Но поскольку вся надпись была целиком на греческом, то, возможно, это должно было звучать как к богоданном Ольге Таркане, то есть князе Олеге. Если это так, то получается, есть упоминание именно об Олеге Вещем, надпись современная его жизни. И это, кстати говоря, добавляет достоверности сказанию о походе на Царьград, которое, в общем-то, не упоминается в византийских рукописях, и по этому поводу многие сомневаются в походе Олега как такового. Но надо сказать, что в те годы мы вообще не очень много знаем византийских источников, во-первых. А во-вторых, византийцы не особенно стремились рекламировать свое поражение от варваров, по понятным причинам. И наоборот, склонны были приписывать себе над ними мнимую проблему. Победы, извините. И наоборот, были склонны приписывать себе мнимую победу над этими варварами, в том числе над нашими предками. Если посмотреть, скажем, как освещается в византийских источниках поход Святослава на Царьград, получается, что битву за битвой у русских выигрывают греки. Но после каждой проигранной битвы почему-то армия Святослава все ближе и ближе к Константинополю. То есть, доблестные греки, побеждая варваров раз за разом, гонят их прямо на столицу своего государства. То есть, не было бы ничего удивительного, если бы постарались попросту замолчать поход Олега Вещева. Еще есть какие-то у вас примеры, искажения? Примеры? Вот из чуть более ранних времен. Ну, собственно, это Олега уже времена, он уже жил и действовал. Может быть, вы слышали про такой православный праздник Покров. Он отмечается по преданию в связи с тем, что войско русов пошло в поход на Константинополь, но патриарх по приказу императора вынес священные одежды Богородицы из храма, опустил их в море, поднялась буря и разметала ладьи русов. И уцелевшие варвары обратились к христианству, увидев такое доказательство мощи церковных святынь. Об этом говорится в церковных источниках, в церковных рукописях, в византийских рукописях. В честь этого отмечается праздник Покрова. Однако, если мы обратимся к тому, что писал сам Фотий, сам патриарх, который якобы вынес эти Покровы святой Богородицы окунул их в море, вдруг окажется, что он-то как раз чудом и удивительным событием, проявлением могущества Божьего считал не то, что поднялась буря и разметала ладьи русов, а то, что русы при сияющем солнце, при ровном море отошли от города. Не более того. И другой современник этих событий, Иоанн Диакон Лонгобарский, христианский священник, которому тоже незачем выхвалять вроде бы язычников, пишет, что русы пришли, взяли добычу, которая им была нужна, и ушли в освояси, безо всяких потерь. У нас же сейчас создается странная ситуация, когда русские празднуют, на Покрова Святой Богородицы празднуют мнимое поражение своих предков. Вот, пожалуйста, пример искажения в источниках и в летописях, потому что это мнимое искажение вошло и в летопись, поиск временных лет. Есть ли какие-то особо яркие примеры, нестыковок в летописях по поводу Олега? Там, честно говоря, предания достаточно скудные. И не всегда говорящие об одном и том же. Не понятно, например, почему упоминается, что Олег с Игорем, подойдя к Киеву, представились подугорскими, то есть из Венгрии пришедшими купцами. Почему они остановились не севернее, как традиционно было бы логично, если бы они шли с севера, а южнее, если вы сейчас посмотрите, если вы сейчас в Киев, где посмотрите, где находится Аскольдова могила, расположенная как раз там, где Олег с Игорем высадились на берег Днепра, окажется, что она значительно южнее, ниже по течению Днепра, чем главная киевская крепость. Из этого даже некоторые ученые сделали вывод, что на самом деле Олег с Игорем пришли не с севера, не из Новгорода, а с Дуная, от дунайских славян, от дунайских русов. То есть, если они пришли с другой стороны, то они, соответственно, не могли быть русами? Нет, они могли быть русами, но русами... Дело в том, что ученый Аполлон Григорьевич Кузьмин, может быть, слышали про такого, указывает на территории тогдашней Европы целый ряд, как бы это сказать, ряд территорий, на которых русов поселяли различные авторы. В частности, упоминается то, что Русь некая, упоминается на Дунае. Русская марка в скандинавских, виноват, в германских источниках. Скорее всего, там же находится Русси-Ланн, скандинавский титрексаги. И что интересно, в русских былинах есть некоторые моменты, которые позволяют считать, что когда-то действие былин происходило там, на Дунайских берегах, а не на Днепровских. Там Киев упоминается, что-то как стоящий на Дунае. Непосредственно близость итальянской земли и, что несколько странно для Киева-Днепровского. По ряду источников там же на Дунае находился и город под названием Киев. Но, в общем-то, Киевов по Европе находилось немало. Киевы, киянки, киевки, киевцы и так далее, они находились практически по всей территории расселения славян. А это слово что означало? Ки – это личное имя со значением палеца. Палеца, жезл, шест. Ну, собственно, бальярный ки тоже от того же самого корня. И киянка, деревянный молоток, которым бьют, забивают, тоже от того же самого корня. Слово имя Ки, ки, киянка еще было в ходу до 17 веков у русских. Не крещённое имя. Потому что ведь не сразу после крещения русские имена сменились греческими и библейскими. Процесс шёл долго. Вплоть до Петра фактически. Получается, что те историки, которые писали историю России, они были иностранцами. И они писали историю, наверное, так, как им выгодно было. Это некоторое упрощение всё-таки. Потому что были и иностранные происхождения историки, которые опровергали вымыслы норманистов, такие, как, скажем, Эверс. Были и русские историки по происхождению, которые норманизму весьма способствовали. Такие, как Карамзин Николай и Михаил Погодин. Вполне русские люди, но, тем не менее, и Карамзин, и Погодин несли очень большой вклад в укрепление официозной норманистской версии. Хотя, безусловно, в отношении тех, кто впервые на наших землях огласил, закрепил норманистскую версию происхождения и Олега Вещева, и Руси Войрагов как таковых, в отношении той самой знаменитой троицы Байера, Миллера и Шлёцера, это утверждение я бы назвал верным. Но отношение, не очень доброжелательное отношение Шлёцера к славянам не нуждается в особых комментариях, поскольку он его никогда не скрывал. Байер, собственно, вообще не говорил на русском языке и, тем не менее, писал нашу историю. Тут даже без особого намерения человек иностранный не всегда может понять людей другой речи, другой культуры, другого языка. Я бы, например, не взялся писать историю и питать, даже если бы не за это дорого заплатил. Но за то, что не было людей, которые говорили на нашем языке и могли бы написать историю? Были, но по, скажем так, странной, странному стечению обстоятельств, стечении, ну вот были люди, которые говорили на нашем языке, которые писали историю, был Татищев, был Ломоносов. Так или иначе их сдвигали. В 19 веке появились люди, которые писали на нашем языке, но писали нормандистскую историю, которых я уже назвал. Были люди, которые говорили на нашем языке и решительно выступали против норманизации истории. Гедеонова, стоит вспомнить его замечательного, реагируясь, вот Забелина, которого я сегодня уже называл. Ну то есть они все равно не смогли, как бы, доказать истину, да? Здесь, видите, какая странная картина. Нельзя сказать, что они не смогли доказать истину. Просто каждый, как-то сказать, каждый раунд, выражаясь по-спортивному, противостояние норманистов и антинорманистов, заканчивался тем, что на новом повороте, на новом витке норманисты начинали снова, что называется, с белого листа, с новой строки, как будто предыдущего ничего не было. Они начинали повторять то, что говорили до них их предшественники. Простой пример, что то же самое произведение русских от родси, финского, восходящего якобы к мифическому, шведскому слову родс, ни в каких источниках не засвидетельствованному. Надо сказать, что родс это, в общем-то, даже не гребцы. Родс это народ грести. Это глагол, это несуществительное. Я могу еще представить себе народ гребцов, но народ грести у меня не укладываться в голове. Ломоносов в свое время разобрал доклад Миллера по косточкам и на этих косточках сплясал. И никто иной, как глава тогдашней академии Шумахер, ярый противник Ломоносова, немец этнический, который никак нельзя записать в ура-патриоты русские, какие-то там славянофилы и так далее, назвал доклад Миллера Галиматьей. В конце 19 века Гедеонов и Костомаров в поре с Погодиным фактически вынудили Погодина отказаться от версии происхождения слова «русь» от слова «родс» и от «родси». И заявить об том, что это устаревшее. А сейчас мы это продолжаем слышать, как будто это вот сейчас вот доказали ученые. Версии, от которой отказались еще в конце 19 века. Как будто не было тех событий. Погодин уже признал, что поиски истоков варягов в Руси нужно искать в юго, в западном углу Балтийского моря. Там, ну как Михаил Николаевич, собственно, в прошлом фильме и показывал, в тех самых местах. Нынешний Мекленбург, нынешний Рюгин. И опять премники Погодина делают вид, что всего этого не происходило, что можно отыграть назад и все включить заново. Те же самые доказательства, от которых уже отказались. Те же самые утверждения, которые уже опровергнуты, повторяются, как доводы современной науки. То, что было оспорено и оспорено успешно в 18 веке, в 19 веке, возвращается к нам победоносно в начале 21 века, как последнее слово. Так а почему они торчатся на ней? У них больше нечем им оперировать, что ли? Непонятно. То есть получается, что как вот эту историю написали, то есть они не занимаются исследованием никакими, они просто перечитывают то, что было написано. И подверстывают новые данные под эту версию, отказываясь от тех данных, которые этой версии противоречат. Скажем, сейчас уже можно сказать с уверенностью, что тесная связь балтийских славян с севером Руси археологически доказана совершенно. Это керамика, то есть, грубо говоря, горшки. Понимаете, украшения еще можно позаимствовать у другого народа. Можно купить, можно взять в походе в качестве добычи. А вот как ты лепишь горшки, это скорее всего так твой дед лепил, так твой прадед лепил, потому что никто эти черепки не поведет в качестве военной добычи. Никто их не будет покупать за 3-9 земель, никто не будет их перенимать у каких-то далеких соседей. Так вот, скандинавской керамики даже на том самом Рыриковом городище нету. Там западно-славянская, балтийская славянская керамика. Она же в Новгороде, она же в Пскове. Укрепление стен. То, как строили крепости. Мы видим, любшая рядом с Ладогой каменная крепость 7-8 веков. Вообще про любшего у нас мало, к сожалению, говорят и мало знают. По-настоящему говорят, это большая сенсация, огромная сенсация. Представьте себе, после греков, наверное, на территории Восточной Европы впервые, до Хазарской крепостей еще осталось лет 100, вот после греков впервые на территории Восточной Европы, где в глухом болотном углу на берегу Ладожского озера, каменная крепость. Любша. Любшанское городище. Кто-нибудь об этом говорит, кто-нибудь об этом показывает, кино, телефильмы, кто-нибудь об этом пишет книги? Нет. Недавно чуть было эту территорию не определили под строительство, недораскопанное. Благо там местные энтузиасты спохватились и поняли шум в средствах массовой информации. А так бы там, ну просто сами понимаете, если там строительство придут, там уже никакие раскопки невозможно. Так вот, эта крепость Любша построена по архитектурным канонам, по канонам зодчества Балтийских славян. По канонам зодчества Балтийских славян построена Новгородская крепость XII века. Но казалось бы, какие еще нужны доказательства, откуда пришли местные жители и какие были варяги? Более того, берестяные грамоты найдены. Наверное, знаете про них. Я нет. Берестяные грамоты, переписка древних новгородцев, их сейчас в школе, об них сейчас в школах упоминается. В одном только Новгороде уже сильно больше тысячи их найдены, и каждый сезон откапывают новые. Скандинавских имен практически нет. Грамота на скандинавскими рунами из тысячи с лишним одна единственная. Где те самые скандинавы, которые туда пришли? Раньше просто говорили, вот летописи, они записывались много позже, мы имеем дела с летописями XII века, со списками XV века. Поэтому скандинавские просто растворились, источники. А берестяные грамоты с XI века начинаются. Вот в X были толпы скандинавов, а к XI веку этих скандинавов там почему-то нету практически. На 36 имен из грамот Новгорода XI века 36 личных имен. Два скандинавских. И то одно непонятно не то это имя, не то просто созвучно ему древнерусское слово. Получается, что повесть временных лет, да, она специально умалчивает о деяниях Олега. Повесть временных лет нельзя обвинить в умалчивании о деяниях Олега, поскольку повесть временных лет – это основной источник, из которого мы сейчас знаем об вещах Олега. Потому что упоминания его у арабского автора и в болгарской надписи, они, мягко говоря, гораздо короче. Но по понятной причине летописец старался особенно языческие времена не раскручивать. Мимо языческих времен проскакивали, ну так вот по необходимости, что кто-то там был, что-то там делал основу. Упомянем и поедем дальше. События исторического, эпохального, можно сказать, масштаба упоминались в две строки, если упоминались вообще. Воспитанник Олега Вещева, отец Святослава Игорь, впервые в европейской истории разбил кочевников, печенегов, на их территории в степи. То есть на территории своих стран и кочевников многие государы разбивали до этого времени. Но Игорь был первым, кто пошел в поход в степь на степняков, на коченегов и исхитрился победить. Об этом летопись упоминает одной единственной строчкой. Игорь, воеваша, на печенеге. Все. Лаврентий извинялся, мол, книги-то переписывал обветшалость? Или он специально это делал? Там все, я думаю, играло роль. И партийная линия, как это позднее стали называть, и обветшалость, и скудость письменных источников. Ну, как бы, то есть здесь все в кучу. Как мы начали вот с этих историков иностранных, да, так и продолжить. То есть фактически нашу историю писали иностранцы. Скажем так, основную скрипку в изучении истории играли, если не исключительно, то в основном люди, которые ориентировались на такой канон. Я не могу сказать, что там было при царях, при императорах. Ну, там понятно тоже, что европеизм был как с одной стороны, но с другой стороны был и патриотический элемент. При советской власти там было то никуда не сдвигаемое обстоятельство, что Карл Маркс, вы помните, наверное, про такого деятеля, без упоминания которого в Советском Союзе не писали даже про вкусную здоровую пищу или про заготовку леса, а уж не говоря про историю. Карл Маркс признавал однозначно Варягов, Рюриковича Нормандами. И против этого уже большинство советских ученых не рисковало возражать ни словом. Потому что сами понимаете, какие могли быть последствия, если человек оказывался в стороне от линии партии. Сейчас как раз норманисты говорят о том, что посмотрите, вот, пожалуйста, доказательства того, что мы правы, потому что вот как мало у нас оппонентов, большинство за нас. А на практике, на самом деле, они пользуются полной противной поддержкой. Этим и обеспечивалось почти полное отсутствие оппонентов. Вот эту вот книжечку, еще раз ее покажу, «История русской жизни с древнейших времен», я в 90-е годы взял почитать в библиотеке, на титульном листе «Синел. Советских времен штамп запрещено к выдаче». Карамзина при Советском Союзе издавали, Погодина при Советском Союзе пусть меньше, но издавали. Антинорманиста Забелина запрещали к выдаче. Про Гедеонова никто из советских ученых даже не упоминал. Костомарова еле-еле где-то там в краях упоминать упоминали, но так же, как и Забелина, они особенно старались переиздавать. Вот, собственно, одна из причин того, что норманизм сейчас считается единственной научной версией начала русской истории. Вы можете порассуждать насчет Аскольда. Летописец словно сочувствует ему. Олег же зачастую изображается жестоким завоевателем и тираном. Верится в это, конечно, с трудом. Может, Аскольд сам был не таким уж правильником, или Олег знал, в чем Аскольд провинился. Ведь после того, как он казнил Аскольда, никакого бунта в Киеве не было. Похоже, люди не очень-то любили Аскольд. Кстати, о Дире и Аскольде пишут только в русских летописах. Может, они вообще придуманы или совмещены два разных правителя в одном времени? О Дире, как я уже сказал, упоминают арабские авторы. Упоминают Аль-Масури. Об Аскольде действительно за пределами русских источников и отчасти опиравшихся на них источников польских, не упоминаются вообще. Про Аскольда трудно сказать что-то определенное. Нельзя сказать, что так уж ему сильно сочувствуют, поскольку изображается, что Олег со своим воспитанником Игорем пришел к Аскольду и Диру, князьям не Рюрикова рода, и сказал, что не вы князья и не княжеского роду, а я княжеского роду, и вот сын Рюрика, и показал им маленького Игоря. И после этого Аскольда и Диру ликвидировали. Но еще раз говорю, все это настолько окутано легендами, что отделить там правду от вымысла очень сложно. Выдвигались версии, что Аскольд и Диру это один человек. Выдвигались версии, что это два разных человека, жившие в разные времена и действовавших в разные времена, но совмещенные позднейшими летописами. Единственное, в чем может быть некоторое сочувствие, особенно летописцев несколько более поздних эпох, Аскольду. Аскольд ведь принял христианство в Цереграде и крестился под именем Николай по сообщениям позднейших летописей. Таким образом, в глазах летописцев, которые фиксировали, это получалось, что вот обратился один князь-язычник к христианской истине, пришел злой язычник, а его крещеного князя уже убил. Но если посмотрим летописи другого рода, оказывается, что там упоминаются походы Аскольда на палачан, скажем, жителей, ну, грубо говоря, по нынешнему Белоруссии, северной Белоруссии, там, где город Полоцк. Которые в тот момент считались подданными Рюрика, его наследниками. И после этого следует как раз тот самый поход Олега Вещева. Ну, если так воспринимать, то получается, что князь оставил родовых богов ради чужого бога, не будучи княжеского рода. Для начала, не будучи княжеского рода, человек проглосил себя князем, потом поменял религию, потом начал нападать на подданных Олега и Игоря. Здесь еще хотелось бы кое-что добавить, раз уж мы сегодня говорили про нормандскую теорию. Дело в том, что в отношении происхождения имени в том числе, ни один летописный Олег не известен скандинавским источникам, как Хельге. Ни один Хельг из скандинавских саг не известен русским источникам, как Олег. И скандинавские предания об Олеге Вещем, об Хельге какому-то, не знают вообще ничего. Для сравнения, был такой хрольф-пешеход, основавший род нормандских герцогов. Северная Франция, по-наишнему говоря. Он, с позволения французского короля, приняв крещение, нарекся герцогам этих земель, которые уже фактически со своей дружиной занял. Стал вассалом его, и об этом во всех сагах написано. Написано, кто он, какого рода, кто были его предки, написано, как он туда пришел. И более того, даже дальние-дальние потомки этого самого хрольфа-пешехода, такие как потом французские нормандцы эти, уплывают в Средиземное море, захватывают там часть Сицилии, основывают свое нового герцога. Даже они воспринимались скандинавами как чуточку свои. Они скандинавы все равно помнят, что это их родня. Про правителей Гордарика, как называлось в скандинавских сагах, Русь, в сагах такого нет. Вальдемар, то есть Владимир Ярослав, то есть Ярослав воспринимаются как совершенно чужие люди. Хотя, казалось бы. Про Хролева, который занял территорию размером, ну с район по нашим меркам, сочиняются саги. Про Олега Вещева, который объединил территорию от Новгорода до Киева, в сагах полное молчание. Я затрудняюсь назвать более яркий пример того, что Олег, Руик и вся их родня, и все их окружение к скандинавской культуре, судя по всему, никакого отношения не имели. Иначе бы таких масштабов деяния своих соплеменников скандинавы бы увековечили в своих преданиях обязательно. Хорошо. Есть ли хотя бы косвенные доказательства тому, что Олег сражался с Хазаром? Об этом есть прямое упоминание в архангелогородском летописце и в Иоакимовской летописи. О том, что Олег войваша на Хазаре. Видимо, именно этими строками Александр Сергеевич в своем знаменитом стихотворении «Как ныне избирается вещь Олега отмстить неразумным Хазаром» и вдохновлялся. При Олеге, то есть в конце 9-го, начале 10-го века, поток серебра арабского, шедшего на север и на Русь через Хазарский каганат, резко пресекается почти на 50 лет. Видимо, Хазары таким образом пытались создать обстановку экономической блокады. Олегу, который отбил из хазарского подчинения, из хазарского данничества, целый ряд славянских княжеств. Напрямую упоминается в летопись в поиске временных лет то, что Олег отнял у Хазар данников Радимичей и Северян. Радимичей, например, там же, где Гомель сейчас, Гомельщина-Брянщина, вот это пограничье нынешней России, нынешней Беларуси. Северяне – это жители Чернигово, Новгорода, Северского, вот этих мест. Кроме того, в дальнейшем летопись упоминает об том, что вятичи, бывшие данники Хазар, принимают участие в походе Олега Вещева на Царьград, что не могло бы быть возможным, если бы они по-прежнему подчинялись хазарским каганам. То есть, хоть и не упоминается об том, что Олег ходил освобождать также и вятичи, это, видимо, все-таки произошло. Так что упоминания об походах Олега на Хазар и походах, судя по всему, успешны. В летописи существуют самые прямые. И археология подтверждает торговую войну хазарского каганата с Русью Олега Вещева. Когда хазары пытались пережать поток серебра, идущего на север, до тех пор, пока хитрые мусульманские купцы не протроптали в обход через Волжскую Болгарию новую дорожку на Русь. Потому что, ну, у кого-то вражда, у кого-то бизнес. То есть, нельзя сказать, что они присмирели после того, как Олег на них ходил? Достаточно долгое время хазары в данном... Хазары на тот момент вообще в военном плане несколько ослабевают. И ни при Олеге, ни при Игоре мы не встречаем упоминаний, которые летописец христианский, летописец монах не упустил бы в возможность это подчеркнуть, что киевские князья-язычники упустили какую-то землю из своих владений. Думал, что обратное подчинение Вятище и Хазарскому Каганату состоялось уже при Ольге, при христианской правительнице, недостатке которой летописец всячески затушевывал, а самое незначительное достижение раздувал до небес. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что Олега принижали в лет. И Олега очень сильно принизили, скорее, его воспитанника Игоря. Олега тоже, но Игоря досталось больше всего в этом отношении. Ну, то, что, наверное, как для другого фильма, посвященного другим деятелям истории Игоря или Святослава. То есть, все, что делали русские на благо, это умолчилось. А все, что делали, делалось наоборот. А вы посмотрите на позицию, которая изложена в житии Ольги. Там отношение новой религии к языческим князьям, да и в летописи, кстати, в поиске временных лет, также оценка присутствует. Как описывается Ольга? Ольга сияла, как жемчужина среди кала. Ольга, первая христианка, ну, уровень. Вот христианская жемчужина, а вокруг куча языческого того самого. Понятно. Следующий вопрос. Вот принято считать, да, и в истории, что первый корабль в России построил Петр. Ему же принадлежит создание первого флота. Но ведь согласно византийским записям, Олег привел к берегам Царграда 2000 лодий. Понятно, что там не 2000, а может быть там меньше преувеличили, да? Но где он их мог построить? Олега Вещева. Те же аскольты, где проходили в поход на Царград, тоже не вплавь, я полагаю. Первое упоминание о славянских судах под Константинополем, это еще конец VI-начала VII века. В начале VII века упоминается славянская военная экспедиция на Крит. То есть, возможно, после того, как московское государство было долго отделено от морей, потом Петр построил впервые корабль уже нового типа, это можно говорить. Но то, что флот начался с Петра, это, конечно, не верно. То есть, все-таки флот был раньше? Флот был гораздо раньше. А где он мог это построить, если вот мы возьмем упоминание о 200? Константин Багринародный, византийский император, как раз подробно описывает, что правители Киева, россы, обложили своих пактеотов, то есть, данников по договору, по пакту союзников, повинностью в пользу Киева строить корабли для себя. Этим занимались кривичи, этим занимались поляне и некоторые другие славянские народы. Рубили лес, вытесывали остовы ладей, спускали их к Киеву. В Киеве оснащали, оббивали бортами, наставляли мачты. И в таком виде уже корабли шли дальше. От Киева на юг по Днепру, через пороги, в Русское море, как тогда это называлось. Ведь тот же Масудий пишет и Ибн Русты пишет об том, что Черное море тогда называлось русским, потому что никто, кроме русов, не смел по нему плавать в тот момент. Понятно. Греки в разных хрониках и лепестках каждый раз одинаково до деталей подробно описывают жестокости подошедших к Террограду на своих кораблях русов. А что фактически все это описание переписывалось слово в слово различными авторами? Там, думаю, играло все. Играло, конечно, и желание очернить врагов, язычников, вплоть до того, что шли в ход цитаты из Ветхого Завета об разбиваемых об камне младенцев, например. Это прямая цитата из Ветхого Завета. Возможно, были, как и действительно, по нынешним временам, негуманное обхождение с некоторыми захваченными людьми. Не надо забывать, что тогда, собственно говоря, никаких норм международной гуманности даже близко не присутствовало. И что та же самая Византия, например, в войне против единоверцев своих крещенных православную веру болгар-славян, захваченных пленных на площади, на ипподроме в Константинополе, в массовом порядке ослепляла, оставляя на сотню ослепленных одного одноглазого поводырём. И в таком виде отправляла пленных домой. В Грузии во время войны наёмники Византии получали деньги за каждую отрубленную грузинскую голову вне зависимости от пола и возраста, и складывали те жуткие трофеи по сторонам от дороги, которая православная войска шла по православной стране, предвосхитив тем самым азиата Тимура. Здесь надо учитывать всё-таки те времена и их нравы. Что касается настоящих нравов русов во время войны, то я настоятельно всем советую почитать, как перс Ибн Бесковейх описывает действия русов в Берда, нынешний азербайджанский город Барда, в середине X века. Чуть позже Олега, чуть раньше Святослава, времена Игоря. Почитайте, очень поражает буквально. Когда русы приходят, разбивают местное войско, а мирному населению обращаются с воззванием. Нет у нас зла ни к вам, ни к вашей вере. На вас лежит обязанность нам хорошо подчиняться, на нас лежит обязанность хорошо вами править. После этого Ибн Бесковейх описывает несколько случаев, когда приходят новые мусульманские войска к Барда, русы выходят сражаться в поле, мусульманская толпа с воплями Аллах Акбар выкатывая след за ними, кидают в спины камни и пытаются закрыть ворота. И русы на это поведение отвечают увещеваниями, вплоть до того момента, когда наконец несколько фанатиков, обнаглевших от безнаказанности, они убивают. Группу русов в одном из садов города Барда. После этого, да, после этого русы стали действовать довольно жестко, но даже после этого они не учинили поголовной резни, а сообщили, что все, кому не нравится русская власть, могут из города выметаться, заплатив определенный выкуп. Заплативший выкуп получает печать на глине, и каждому встречному отряду русов может показать, что вот все, русы не имеют больше к этому человеку никаких претензий, он со своей семьей уходит куда хочет. Середина X века. Дикие русоязычники ведут себя таким цивилизованным образом в чужой стране. То есть получается, что то, что вы сейчас рассказали, а во времена Олега это было уже нормой. Для русов. Для русов это было нормой. И многократно упоминается в византийских же источниках о том, что русам другие народы подчинялись без войны, бескровно. Об этом пишет Лев Диакон, об этом сообщается в записке греческого топорха. Что к русам идут под власть добровольно. Я думаю, если бы русы вели себя постоянно так, как это описывается вот в описаниях нападения Олега, и в особенности Игоря на Византию, это не было бы большим стимулом для того, чтобы добровольно к ним присоединяться. Каково отличие славян и русов? И есть ли вообще отличия? Знаете, мне кажется, здесь отличия довольно таки надуманные. Если мы посмотрим чуть раньше историю Византии в VI веке, то у них было разделение на славян и антов. При том, что они же сами писали, что анты ни по вере, ни по языку, ни по обычаям от славянов не отличаются. Вот рядом с Дунаем живут славяне, а чуть дальше, на Днепре и там дальше, анты. Если мы посмотрим на германские хроники XI-XII веков, там от славян, то есть от жителей Палаби, жителей непосредственно близких к германским летописам людей, вот от славяне, а там за ними поляки и чехи, они уже упоминаются как-то отдельно. Кроме того, разделение не всегда присутствует стопроцентное в источниках. Скажем, Ибн Хардадбек в конце IX века, таможенник персидский, пишет, что русы – это один из видов славян. Начиная с Ибн Рус, целый ряд арабских источников пишут об том, что славя – это часть русов. То есть разделение оно вроде как было, а с другой стороны вроде как его и не было, и они их постоянно путали. Думаю, что более привычные им племена, которые постоянно жили рядом с ними, называли по-прежнему обобщенно славянами, а господствующее племя, того же языка и обычае, пришедшее откуда-то со стороны, отличали по тому же принципу. Потому что, в принципе, сами понимаете, что не у всех славянских племен обычаи были однозначно похожи. Представьте себе ситуацию, скажем, в XIX веке, а жители какого-то Баварии, скажем, привычных виду чехов, встречает идущих вслед за преследующих Наполеона казаков в XIV году. Он опознает в этих всадниках, в бурках, в попахах, с огромными бородищами, соплеменников, близких ему, знакомых ему чехов. Или он скажет, что пришел какой-то совершенно другой народ, ардаваров из глубин Азии. То же самое и здесь. Пришел народ из того же языка и обыча, но отличающийся бытом. И их воспринимают как чужих и выделяют среди прочих славян. Была ли у Орега какая-то разведка? Ведь он прекрасно знал, что византийское войско вместе с греческим находится на Крите. Для начала византийское и греческое – это одно и то же на тот момент. Разведка у русов, скорее всего, даже еще до Олега, судя по всему, была. И как многим другим народам, разведданные в немалой степени поставляли купцы. Уже давно историки заметили, что русы к Церграду подходили с удивительной точностью, попадая в тот момент, когда греческие войска воевали против, либо на восточной границе с арабами, либо с теми же арабами на Крите. А русы активно торговались с арабским миром, и надо думать, что те торговцы, которые туда отправлялись, они знали, когда там мусульманские правители начинают войну против византийцев, и умели переслать вовремя эти данные на родину. Так что разведка у русов в тот момент, безусловно, была. Ну, мы уже с вами сказали о том, что корабли, в принципе, строились в разных местах. Ну, да. Да, но фактически они же, ну, как бы, получается, что они строились там в бухте Галинджика, Сударске и Керчи, примерно. Но это же русское море, получается. Ну, это русское море, да, но об том, что вот именно там строились сюда, я восточных упоминаний не нахожу. А не могли там как-то концентрироваться? Концентрироваться для походов в дальнейшем, собираться, это могли. Скажем, Лев Декан упоминает в отношении Игоря то, что после неудачного похода на Византию, Игорь отступил к Босфору, к Кемерийскому, то есть там, где Керчь сейчас, примерно. Керчь, Тамани, вот, примерно в те края. А вы можете описать, вот, корабли, да, вот, как они выглядели, да, из чего состояли, да, почему они могли ходить и по морю, и по рекам? То есть, фактически, это были такие универсальные плавательные средства, что они получали? Можно сказать, да. К сожалению, нам в этом отношении не так сильно повезло, как более северным народам, у которых в силу особенностей почвы, в силу обычая хоронить своих вождей в кораблях, сохранилось гораздо больше сведений об том, как выглядели корабли. Корабли времен Олега были оснащены парусами, были оснащены веслами, поднимали на борт до 20, от 20 до 40 воинов. Вполне возможно, перевозили и коней на этих кораблях. Изображены они в миниатюрах летописи, там видно, что носы кораблей украшены птичьими головами, то есть, был обычай тоже таким образом украшать суда и у славян, так же, как и у склиналов. Очень характерно, если вернемся опять к нормандской теме, от которой нам никуда не уйти в обсуждении этого периода, очень характерным моментом является то, что отмечал еще Август Шлёцер, первый, самый крупнейший норманист наш. Он удивлялся, он признавал этот факт, что ни одного слова скандинавского в отношении устройства судов у русов нет. В договоре Олега с греками ни в дальнейшем нигде не упоминаются ни кноры, ни дракары, они, вся эта богатейшая морская терминология скандинавов. Почему-то везде говорится корабль, так буквально вот этим словом корабль, уключено, щегла, то есть мачта, райна, то есть стерея, весла, ни одного скандинавского слова, все местное, все славянское. Ну, я со своей стороны, в отличие от Шлёцера, я не буду этому сильно удивляться, потому что еще раз скажу, что славянские корабли ходили в морские походы аж на Крит от славянских земель, тогда, когда ни о каких викингах никто еще нигде не слыхал, в 7 веке. То есть получается, что школа кораблестроения, скажем так, у русов была своя? У славян была своя, безусловно. Еще раз подчеркну, никакого нормандского влияния, скандинавского влияния в кораблестроении русов невозможно усмотреть никаким глазом. Археология не знает ни одного примера того, что где-то найдены остатки скандинавских судов на территории Руси. Более того, сами особенности кораблестроения скандинавов, рассчитанные на открытые морские просторы, не позволили бы их дракарам пройти даже кладоги через Невские пороги и против мощного встречного течения. Здесь еще придется другую тему поднять, тему о том, насколько вообще проходимы для скандинавских судов были вот эти речные маршруты, которые так бодро рисуют у нас на картах, путь из греки и так далее. Но это, знаете, как старая солдатская песня пелась, гладко было на бумаге, да забыли по овраге, а по ним ходить. Я уже упоминал Константина Багрянародного. Он описывает путешествие от Киева, не из Скандинавии, а от Киева к Константинополю и заканчивает его описание словами о том, что это путешествие страшное, мучительное и долгое. Путь из Скандинавии занял бы в шесть раз дольше расстояния. Суда русов шли через пороги, вниз по течению река им помогала. Но приходилось на порогах вытаскивать суда и перетаскивать их, перекачивать на катках, переносить на руках, приходилось суда вокруг порогов. Там русы могли подвернуться атаке кочевников. А теперь я могу сказать, что на Дневе тоже есть пороги. И на Волхове между Ладогой и Эльменем тоже есть пороги. Только отличие в том, что там есть еще и сильнейшее встречное течение. И представьте себе этих гримых Скандинавов, которые выходят со своими дракарами бы, попытались идти. В позднейшее историческое время напомните Невскую битву Александра Ярославича. Почему шведы, бергеры, они пришли прямо к Новгороду или хотя бы прямо к Ладоге? А потому что они остановились у порогов, где их и накрыли. Это было слишком сложное место для любого гостя с Балтийского моря в эту систему. Естественно, местные жители могли сделать, в принципе, непроходимыми эти пороги при самом минимальном желании. Потому что если кочевники уж верхов на конях порованы, как сто степи подбирались к людям, которые проходили через пороги, представьте, насколько легче было финнам или славянам или балтам, паельникам родным для них подобраться на выстрел из лука, к тем, кто лез мимо порогов по берегу. То есть любое путешествие в этих краях возможно было только с душного, с добровольного согласия местных жителей. И я уже сказал, что еще седьмого века этот путь контролировал сложенная по заветам, по канонам архитектуры балтийских славян любша, каменная любша на Волхове, чуть ниже нынешней Ладоги. Поэтому мне, строго говоря, вообще трудно представить, на чем основываются все эти рассуждения по стремительных движениях сканинавов на ихних дракарах через Восточную Европу. И корабельная культура сканинавов в древнерусской корабельной культуре не оставила ни единого следа. Олег, скорее всего, тоже в своих походах опирался на кораблестроение, на систему морских странствий, наработанную еще со времен славян и антов, седьмого века. Однако ж, модернизированные, да, чтобы и по рекам ходить? Ну, по рекам, собственно, с рек начиналось. Славяне, они не на берегу моря образовались, а начинали именно по хождению по рекам. Скорее, мы скажем так, что эти корабли были модернизированы, чтобы ходить по морю. В чем истинная причина похода Олега на Византию? Во-первых, в византийских источниках упоминается, правда, не в отношении Олегового похода, а в отношении предыдущего, что причиной похода послужила месть за каких-то неправедно обиженных соплеменников. Кроме того, поход на Византию был, можно сказать, очень важным внешнеполитическим актом. Русь заявляла о себе как о мощной силе. Русь демонстрировала, что она не боится сверхдержавы. Она сама может прийти и выстоять ей свои требования. То есть это поднимало Русь на достаточно высокий уровень в международных отношениях. Государство, которое не боится Восточного Рима. То есть это не просто пограбить? Просто пограбить можно было бы, не подходя в опасную близость к Константинополю с его достаточно опасным флотом и достаточно сильным войском. Вообще, честно говоря, просто пограбить это редко, когда было поводом для серьезных военных действий. Будь то походы Руси на Сальград, будь то походы крестоносцев, будь то походы викингов, будь то что угодно. Кстати говоря, о походах викингов еще одно. Еще Александр Федорович Гельфердинг, славянофил такой собиратель Белин, может быть, слышали о нем. Выдвинул предположение, что походы викингов были реакцией языческого североевропы на активную деятельность по крещению европейских народов со стороны Британии и империи кролингов. Первыми мишенями таких нападений стали именно монастыри. Почему не предположить, что и в этом случае такие же соображения могли двигать и русами в походах на Византию, потому что Византия тоже вела активную деятельность по обращению к христианству и по уничтожению язычества? Можете назвать наиболее яркие пункты договора грехов с русами, подтверждающие вполне уважительное отношение к нашим предметам. Русов, согласно договору Олега, чуть ли не единственным из варваров допустили в святая святых в бане Константинополя. Что, собственно говоря, честно говоря, может какие-нибудь степняки не особенно в эти бани рвались, но славянам-то привычным к чистоте, как раз важно было, не только даже, чисто в бытовом даже плане, не говоря уже о престижном. Кстати говоря, две очень важные вещи, которые надо подметить в отношении именно договора после вот этого похода Константинопольского. Во-первых, проговариваться четко, что русы, если рядом с ними терпит крушение греческий корабль, они доводят его в неприкосновенности до земли, помогают купцам. Не идет речь о том, что у очень многих других народов, в том числе культурных, христианских, имеющих там бог, есть какие-то традиции, тем не менее считалось вполне нормальным, что если судно прибило к берегу, судно становилось собственностью государя, который этим берегом правил. Все, что упало, то пропало, больше не волнует, чьи это были корабли и так далее. Русы зафиксировали в договоре, что они так себя вести не будут, что кораблям, терпящим бедствия, будет оказаться помощь. И это имеет аналогию, кстати, на Балтийском море у пруссов, впоследствии анемичного и частью уничтоженного народа на территории современной нашей Калининградской области. Точно так же про него пишут немецкие авторы, что они не знают пиратства, а кораблям, попавшим в бедствие от стихии или от пиратов, оказывают свеческую помощь. И еще одно. Опять же на это обратил внимание первым Забелин, Иван Егорович, то, что договоры, в общем-то, составляли письменно в двух экземплярах. То есть, русы Олега, надо сказать, что русы Олега это еще совершенно не затронутая христианской проповеди. Вплоть до того, что в договоре регулярно применяется формулировка «будь то русин или христианин». То есть, христианин у нас принимался исключительно как грек, как подданный византийских императорах. И тем не менее, зачем-то создано два экземпляра, то есть, русы тоже заимели письменный экземпляр договора. И в том же самом договоре, например, написана такая вещь. Если купец рус, умирает русин, умирает в Константинополе, как поступить с его имуществом? Как написано в завещании, говорится в договоре, то есть, в начале X века дикие языческие русины, почитатели перуные волосы, которые никаким боком с христианством еще толком не перескаться не начали, были при этом настолько грамотны, что составляли письменное завещание. Как в завещании написано, так с вещами и с имуществом купца, и с его товаром, и обойтись. То есть, это доказывает, что письменность была? Письменность была и употреблялась. Это в поиске временных лет. Это они какие-то новоязычники придумали. Это так написано в летописи. Ну, а какой язык у них мог быть? Понятно, что там договор был составлен один там на греческом, да, а второй язык тогда какой? А второй, скорее всего, славяно-русский. Древний русский язык. Есть еще доказательства, ну, а письменность. Есть несколько упоминаний об надписях у арабов. Арабы пишут об... Одни арабы пишут об надписях, пророчествах в языческих храмах западных славян. Другие арабы пишут об том, что один из правителей кавказских народов послал письмо русам на их языке, на куске белого дерева. Возможно, это береста имелась в виду как раз. То есть язык был достаточно распространен? Письменность я имею в виду. Очевидно, да. Ну, и, наконец, надписи на мечах, начиная с середины X века, появляются надписи на мечах на... вполне читаемые по-русски. Мечи изначально делали франки, и там стояли подписи франкских знаменитых кузнецов, Ульберт, Ингелерет и так далее. И вот с середины второй половины X века уже появляются надписи славянского содержания. Там начало имени Слав, и вроде как буквы на другой стороне клинка. Медынцева, есть такой ученый-специалист по древнерусским надписям, предположила, что это надпись Славимир. Но и более, чуть более поздний, очень широко знаменитый меч с надписью Людота, который нашли у днепровских порогов. Меч, надо сказать, по-своему символичный, потому что его оформление, его рукояти долго трактовалось в науке как типично скандинавское, и было одним из доказательств того, что военская знать у нас была скандинавского происхождения. Потом расчистили лезвие от ржавчины, когда научились чищать без вреда для древних клинков ржавчину, и под ржавчиной на этом якобы скандинавском мече прочли надпись Людота Коваль. То есть славянское имя и славянское слово Коваль-Кузнец. Вот два таких достаточно выдающихся примера надписей. Вот Хазарский Каганат. Это было, как написано, мощнейшее государство, причем торговое и военное. И более всего от него настрадали славянские народы. Не считаете ли вы, что ученые хазараманы достаточно сильно преувеличили хазарский уровень и культуру того времени? Ведь это было преждевоенное государство. Военное торговое, но не культурное. О том, что греков привлекали для строительства крепостей на границах со славянами, как раз Константин Благодарнародный про хазары пишет. Что послали туда Зодчего, Петрону, который построил крепость для хазарского Кагана по воле византийского императора, когда они были в союзе. То есть они сами не умели строить? Получается, либо они не умели, либо их не удовлетворяло качество, которое они могли сами обеспечить. Может быть славяне с теми крепостями быстрее разбирались, которые строили сами хазары. Чаще я даже слышу не о высокой культуре хазарского Каганата, а чаще я слышу о том, что хазары якобы защищали славян от кочевников. А вот как пришел злость в Тослав, разрушил неблагодарный хазарский Каганат, как тут же печнеги посыпались половцы и так далее. Тем не менее, если мы посмотрим в поиск временных лет, при Олеге Вещем угры, кочевые предки венгров, пришли под стены Киева. При Игоре на Русь напали печенеги. Хазарский Каганат цело не вредим. Почему? Что за воины с кочевниками? Константин Багрянародный пишет о том, что печенеги могут нападать на русов. И что в Византии в этом очень заинтересованы. Хазарский Каганат цел, но печенеги могут нападать на русов. Арабские авторы писали о набегах угров на славян во времена существования Хазарского Каганата. То есть кочевые племена точно так же продолжали, даже более активно, чем после падения Хазарского Каганата, атаковали русские славянские земли. Не в последнюю очередь, полагаю, потому что Хазария предоставляла охотникам за рабами богатейший рынок. Согласно древнеперсидскому географическому труду книга «Описание земель», одним из основных предметов экспорта Хазария являлись именно рабы. Вполне возможно, что немалую долю в этом экспорте составляли славяне. Получается, что Хазары не защищали, а они крутились вокруг славян для того, чтобы завоевывать их и отравлять рабов куда-то, в Юзантии? Совершенно верно. Облагали данью и спонсировали, скажем так, кочевые набеги. Такая картина получается по источникам. Это не кто-то выдумывал. Выдумки – это когда начинают говорить о том, что Хазар защищал за славян. Вот это выдумки. Ну, то есть, получается, что Хазарский каганат – это вот такие варвары, которые работорговцы. Они сами ничего не производили и не делали. Они не могли делать ничего руками. По крайней мере, единственное, скажем так, что можно сделать руками, упоминается, что выводилось за пределы Хазарского каганата – это рыбный клей. Но тоже сомневаюсь, что это сами Степняки, скорее всего, какие-нибудь их трудяги рабские или наемные, или еще какие, или обложенные подачами, варили рыбный клей. Но это не показатель, по-моему, высокой культуры изготовления рыбного клея. Рыбный клей – это для чего? Да для многих целей, для быта, так даже рыба морская была основным сыроем для клея. Пропитывались луки, пропитывались кожаные кафтаны, чтобы превращаться в дешевое подобие доспехов, в быту используясь там просто как клей. То есть, получается, что они привлекали кого-то еще и рыбу ловить? Ну, видимо, учитывая то, что Хазары все-таки не описывают как мореходные или рыболовные народы, скорее всего, привлекались какие-нибудь податные им племена по берегам Каспия или Азову. То есть, фактически, они ничего не могли производить? То есть, это не было какое-то там мощнейшее государство, да, то есть, это просто вооруженные люди, которые правили рабами, скажем так. Можно сказать так. Вы можете, ну, как бы в общем, да, не углубляясь особенно, да, рассказать о значении Вещего Олега в истории Руси. Собственно, Вещий Олег утвердил власть Руси как народа, русинов, над той территорией, с которой потом, над будущей столицы, над той территорией, с которой пошло потом раздвижение русского государства вплоть до монгольского нашествия, над Киевом. При нем Киев становится матерью городов русских. Он объединил под властью одного дома Новгородский и Ладожский север и Киевский Черниговский юг. Таким образом, возникло крупнейшее по территории, называть как хотите, государство, надплеменное объединение, протодержава и так далее. Много умных терминов сейчас придумано. Но то, что мы называем Русью, иногда Киевской Русью, это началось с Олега Вещева. Русь не просто народ, а Русь уже как огромная территория, объединенная общей властью. То есть, в принципе, его значение в истории Руси было намного больше, чем описывают монахи-летописцы, ученые. Ну, опять-таки, монахи-летописцы сообщили большую часть того, что мы знаем о Более. Вот именно из монахов-летописцев вырисовывался образ человека, который от Новгорода с маленьким Игорем дошел до Киева и объединил два этих крупнейшего центра в единое объединение, подчиненное власти одного княжеского рода. Вот мы с вами говорили о том, как славяне захватывали новые крепости, города. Вы можете привести еще какие-то примеры, что наши предки не признавали рабство? Тут в каком смысле не признавали рабство? Ну, то есть, даже к пленным и ставшим невольниками да, они относились к уважениям, да? Скажем так, подчеркивается их мягкое отношение и заботливое отношение с пленниками и, если не нравится слово «рабы», могу сказать, с челядинами, есть это у Ибн Руста в X веке, что он пишет, что с рабами они обращаются хорошо, заботятся о них и о чистоте их одежды. Это есть, это указывается. Ну, то есть, рабство все равно было? То есть, так сказать, что они не признавали рабство и не младшествовали? Дело в том, что рабство у каждого народа, что называется, имеет свой собственный облик. Раб у северных племен, таких как скандинавы или славяне, это был скорее младший член семьи. Поэтому для описания младших членов семьи часто потреблялись, вернее, для рабов потреблялись те же самые термины, что для младших членов семьи. Отрак, парубок, холоп, хлопец, мальчишка. Чать, челядь, дети. Чайлд немецкий, английский, современный чайлд. Фактически на этом уровне было отношение. Относились как к усыновленному, что ли. Ну, плюс есть, естественно, соответственно, он себя еще при этом вел. И со временем, как... Ну, это еще в отношении славян и антов. Со временем человек такой мог получить свободу и жить с ними как равно. То есть, считалось, что он уже дозрел до этого. Ну, или могли его... Если бы сильно не везло, он так в таком состоянии помирал, а если ему везло в другом направлении, вы выкупали его сродич. Понятно. Ну, давайте про Олега, да, скажем последнее, да, наверное. Вот история со змеей, да, которая укусила Олега. Легенда, элемитатора, да. И какой вот смысл был в этом упрятан, да, в том, что его там укусила змея. Это же описывается так достаточно подробно. Всем известно. Как раз из-за этого предания пошло мнение о том, что Олег или чисто фольклорная фигура, или фигура, которая впитала в себе очень много легенд. Дело в том, что как минимум у двух разных народов есть еще легенды про людей, которые закончили свое жизнь тем же самым округом. Скандинав Орвар Отт, ему тоже было предсказано, что он погибет от своего коня, он этого коня убил и бросил, а сам уехал из всех краев. Потом через много-много лет он возвращается на родину, приходит к тому месту, где погребен его конь, видит череп, даже не погребен, а просто убит его конь, видит череп, пинает его ногой со словами, что, мол, вот мне говорили, что ты меня погубишь, и вот ничего подобного не вышло. Его кусает притаившаяся под черепом змея, и Орвар от умирает. Из-за этого, кстати, Отдой считали иногда прототипом вещего Олега, хотя, согласно сагам, он жил много позже, он умер уже во времена крещения Норвегии, в конце X века. У сербов есть песня про турецкого царя, которому тоже предсказали что-то такое про коня. Ну, об этом Костомаров как раз в своей работе упоминал. О том, что легенда – это распространенная. То есть это вот никакого такого скрытого смысла в этом? Даже если там скрыты смыслы и место, то сейчас трудно уже понять, что тогда могли под этим иметь в виду. Есть ли у вас что-то, что вы хотели бы сказать, о славянах, варягах, русах того времени, что я не спросил? Может быть, какое-то важное что-то, что мы с вами упустили в нашу речь? Здесь нужно сказать одну вещь. То, что нельзя представлять, как это сейчас последние 20 лет снова входит в моду, славян перекручением руси какими-то следствиями с дерева перебытными существами. На всем мы имеем о них слишком много источников, потому что письменные памятники, если они существовали до крещения, то в ходе крещения и были уничтожены. Но из того немногого, что мы знаем там, где славяне соприкасались с народами, у которых сохранились много письменных памятников, например, славяне в 7 веке во время покорения Балкан при штурме как раз того самого города Фессалоники, где потом родился Кирилл, употребляли самостоятельно собранные камнеметы. А камнеметы, согласитесь, достаточно сложные, а машины не для перебытных людей. Если мы обратимся на другой край славянского массива, если мы посмотрим на балтийских славян, мы увидим город Йонсбург, как его называли скандинавские предания, юмно, как его называли сами жители, в устье Вислы, в Ру, в устье Одера, Одеры по-славянски. Напротив Рюгина там находился город, он же Волун еще назывался. Так вот, этот город скандинавские саги описывают с закрывающимися воротами, с закрывающимися воротами гаванью, которая могла вместить в себя 12 боевых кораблей и на башнях, в которой стояли камнеметы. А немецкие источники упоминают, что в Волоне был маяк. Это то, что упоминается в письменных источниках, а археология нам говорит, что балтийские славяне владели искусством удачной трепанации черепа и, что мне особенно близко, думаю, многим зрителям тоже будет близко, стоматологии. Успешно протезировали зубы. Найдены черепа именно с зубными протезами и немало черепов со следами зарубцевавшейся трепанации. Это сложнейшая медицинская операция. Трепанация черепа еще в 19 веке считалась очень рискованной процедурой. А балтийские славяне и язычники на южном берегу Балтики с этим еще в 10-11 веках справлялись. Об этом написано у Иохима Хермана, у немецкого археолога. Вот как у нас, Борис Александрович Ребраков покойный был, у них был того же уровня Иохим Херман. У него есть большая книга, которая, к сожалению, до сих пор почему-то не переведена на русский язык, хотя в ГДР выдерживаем целый ряд изданий. Славяне в Германии. «Де славяне им дейчленд». То есть, получается, что славяне были достаточно развиты? Славяне были достаточно развиты. И более, чем все остальные народы там мира. С кем можно их развитие сравнить? Я не буду утверждать, что они были более там развиты, но я буду утверждать, что они совершенно определенно не были. Не все находились на том уровне, на котором их любят рисовать. Мохнатый лесовик рядом с землянкой. Были уже города, были уже камнеметные машины, были огромные крепости, были каменные крепости, то же любшим можем с вами вспомнить. Были письменные завещания, были письменные договоры. К тому же, чему не умели на настоящий момент, славяне быстро и охотно учились, причем вовсе не спеша ради обучения новым умениям продавать своих богов. Балканские славяне, подчиненные власти болгар, еще до крещения Болгарии в своих городах стали строить водопроводы. То есть, переняли древнее, уже в самой Византии, фактически утрачивающееся искусство. Получается, что славяне – это не воинствующее население. Если мы берем камнеметные машины, то они, наверное, были сделаны для того, чтобы защищаться, если они стояли на крепостных. На крепостных стенах в одном случае они стояли, а в другом случае они применялись на территории Балкан для штурмов греческих городов. Насчет невоинственности славян – это как раз, на мой взгляд, распространенный миф. Народ, занимающий такие территории, по необходимости должен быть воинственным, иначе он этих территорий лишится очень быстро. История земли никогда не была историей ясельной группы детсада. Соседей у нас было немало, соседей в основном жаждали откусить кусочек. Поэтому нас бы просто не было, если предки не были выяснены. Ну, если там сосед жаждет откусить кусочек, то получается, что предки либо они играли на опережение, либо они защищались. То есть, или они сами хотели откусить кусочек в полу. В конце концов, и сами откусили немало кусочка. Возьмите те же самые Балканы, занятые славянами вплоть до Пелопоннесы, которая называлась Мореей при славянах. Ну, самый южный край Греции. Древняя Спарта там находилась. Потом это стала территория Римской империи, потом это стала территория Византии, а потом туда пришли славяне и прибрали это место вплоть до Пелопоннеса, разгромив блестящую византийскую армию. Поэтому, когда мне реконструкторы, художники изображают славян чуть ли не в ночнушках с топориками, противостоящие византийским латникам, я только могу ухмыляться в ответ. Так не бывает, ребята. Если еще на своей территории может человек плохо вооруженный партизанить, пользуясь знанием своей территории против войска лучше него вооруженного, организованного, то если славяне могли вынести византийцев по всем Балканам, значит, у нас и армия была. Соответственно. Славяне устраивали походы на Крит, и об этом я уже сегодня разу три, по-моему, сказал. Об воинственности славян пишет Тацит, об воинственности Венедов, предков славян. Об воинственности славян пишет Антов и славянов, пишет Юардан, готский историк. Про то, что самих готов пацифистами невозможно называть. Славянских воинов та же самая Византия активно призывала к себе на службу. Зачем призывать миролюбивого какой-то народа? Скажем, не знаю, какой даже такой народец, но возьмем, к примеру, скажем, тех же тибетцев, их как-то не особенно сильно использовали за пределами Тибета в качестве воинских соединений. А вот Прокопик и Сарейск регулярно упоминают славянское войско, кстати, конное в составе византийской армии, когда воюют в Италии с ботами, скажем. Очень часто славяне дослуживались до заметных чинов византийской армии. Собственно говоря, я сейчас сижу, доделываю, дописываю книгу, посвященную именно мифам об славянах о Древней Руси, мифам, которые окружают ту эпоху. В частности, первым там как раз идет миф о том, что славяне были, во-первых, домоседами, а во-вторых, миролюбами, которые нас не трогают и все. Вот мы здесь сидим спокойно. Славяне, на самом-то деле, были в этом отношении так же, как те же самые скандинавы, только у нас территория изначально была побольше, и мы поближе жили к древним культурным центрам. Очень активно раздвигались во все стороны, очень активно воевали с соседями и очень активно путешествовали. Сейчас уже официально признано, что одними из первых поселенцев Исландии были славяне. Это доказала археология. Впоследствии там норманов казалось гораздо больше и редких славян ассимилировали, но одни из первых домов построены по славянскому типу. Подписывайтесь на мой канал вместе. Вместе мы сила. Вместе.